вы на канале да винчи с вами Даша Виноградова всем привет сегодня я буду лепить салфетницу и главным героем будет медведь впервые леплю медведя значит чтобы сэкономить на полимерной глине я за основу беру фольгу хорошо ее так сжимаю прессую чтобы она была держала форму была твердой где-то прикатываю немножко ее об стол чтобы сгладить чтобы не было каких-то острых углов как у фольги могут быть и заворачиваю в первый слой глины этот слой и я запеку а со следующим уже буду работать и прорисовывать шерсть потому что на этом слое глинина глины на первом будет очень сложно работать я отправила в печь запекла и теперь покрываю вторым слоем глины толщиной примерно полтора можно миллиметр можно полтора и тщательно тщательно где-то что-то обрезаю ненужное убираю лишнее прикатываю и получаю вот форму мишки теперь я делаю наброски то есть делаю такую лапу дальше по ходу дела уже я понимаю что у меня в пропорциях не так кстати рекомендую лепить на вот стеклышки очень удобно удобно крутить вращать фигурку обсматривать ее со всех сторон поэтому и так потом можно отправить на запекание прямо на стеклышке лапы верхние лапы нижние вернее лапы передние лапы задние да если говорить правильно вот укладываю мишка будет спать и его лапы будут скрещены и даже не скрещена просто сложенным на груди или на пузике так как медвежонок такое достаточно пузатый у меня полон у меня даже получился не просто пузатым получился такой толстенький животик такой объемный смотрите как я делаю морду принципе ничего сложного такой квадратик а потом прижимаю приглаживаю придаю ему форму ничего такого прям слишком сложного нет по поводу ушей можете их не делать если вы будете делать медведя как я в шляпе шляпе панамки какой угодно там может быть головной убор просто ушей это видно не будет вот тут я поняла что задние лапы у меня маловаты и сделала их более крупными и когда уже приложила более крупные мне они понравились больше и этот размер я оставила тут я видите так можно сказать небрежно прикладываю прижимаю потом все равно иголочкой везде буду проходиться и какие-то неровности какие-то стыки они все сгладится все замаскируются поэтому видите как сложила я лапки и нижние и верхние и теперь формирую углубление для глазок глазки будет будут закрыты чуть позже покажу вам как сделать закрытые глазки очень очень просто силиконовые кисти я выглаживаю поверхность где-то лезвием плоским чуть-чуть прижимаю чтобы было более менее гладенько а дальше иголочкой я прорисовываю шерстку тут важно помнить в каком направлении у медведя растет шерсть если не помните наблюдайте как это делаю я я показываю на каждом этапе то есть пузико она идет по пузику по животу вниз на руках она идет вдоль руки также она идет и на ногах на спине она идет сверху вниз на мордочке она идет лучами от носа как бы да вот когда представим нас на своем месте и так далее можете где-то там за скринить когда я уже дорисую шерстку и рассмотреть более тщательно более внимательно или прорисовать под фотографию уже готовую шерстку это процесс не быстрый конечно такой достаточно долгий можно также взрыхлить поверхность как и я вот тело некоторые игрушки какие-то зайчата там я взрыхляла просто иголочкой полностью всю площадь можно и такого медвежонка сделать тоже будет очень классно смотреться тут уже по вашему желанию может быть нос я сделала с помощью дотса выемку для носа ставила этот черный шарик с помощью маленького дотса сделала ноздри и носик принял нужную мне форму дальше как я говорила прорисовываю шерстку лучами от носа то есть разные стороны также не забываем прорисовать ротик не прорисовать а пока его продавить просто иголочкой потом чуть позже нужно будет прорисовать черной акриловой краской значит вот так вот я его где придала ему шерсть мишки своему а теперь спящие сонные глазки я просто прикатала шарик чуть-чуть его вытянуто есть такой овальчик помощью дотса я его чуть-чуть пригладила а с помощью лезвия я прорисовала закрытые веки и все тут ничего сложного нет со вторым глазиком делаем все то же самое иголочкой подправляем делаем шерстку на бровях аккуратненько иголочкой заделываем те стыки где мы прикладывали сами глазки и в принципе все у вас будет красиво и аккуратно теперь черной сухой пастелью и сухой кистью я тонирую медведи тонирую в основном более так насыщенно а там где под лапами по контуру там головы также черная кривая краска прорисовываю рот закрытые глазки вот щелочки вот эти вот черной краской и немножечко выделила брови совсем чуть-чуть теперь я беру просто вот такой вот кусочек зеленой пластики и это как основа сюда я буду прикреплять траву травинки у меня будут простые травы в принципе будет немного это просто вот такие вот колючки катаю срезаю и прикладываю по кругу медвежонка такую вот траву очень удобно делать это с помощью иголочки прикладывать прижимать и вот так вот по кругу я сделала траву теперь я хочу сделать камушки показываю простой способ я взяла три цвета серый такой бежевый и черный катаю колбаску постоянно складываю пополам режу складываю режу складываю и в итоге получается вот такая полосатая колбаска с очень очень мелкими полосочками я ее нарезаю и получаю кусочки разного размера теперь эти кусочки чтобы сделать форму камушка именно такую приятную два стеклышка и сминаю между двумя стеклышками ту форму которая вот мне понравится вот смотрите крупный кусочек и его прижимаю прижимая с одной стороны получаются такие замысловатые интересные формы очень классные и оставляю убираю и так делаю со всеми кусочками а потом отправляю в печь на запекание камушки мне нужны в твердом виде теперь я взяла брусок белой глины не размешивая просто отломила из пачки этот кусочек поставила рядом с мишкой и покрываю акриловой черной краской разведенной с водичкой то есть она такая жиденькая жиденькая краска получилась и очень этот камушек стал похожи даже на кусок щебня вот что-то вроде этого также я решила со второй стороны тоже сделать такой большой булыжник видите как я отламываю то есть я не срезаю лезвием лезвием если подковыриваю то прям отдираю резких таких красивых ровных срезов я не оставляю представила потом конечно фимогелем надо будет это все склеить но также вот показываю вам черной акриловой краской водянистого такого состава я закрасила камушки получились булыжники вот мои маленькие камушки они уже запеклись готовы они очень милые очень такие аккуратные красивые и каждый совершенно не похож на другой то есть они все настолько разные хоть и одного цвета и один у них рисунок но все равно он по-разному лег этот рисунок на каждый камушек чуть-чуть взрыхляю где у меня есть гладкая глина с помощью иголочки а также прохожусь гелем фима чтобы у меня запеченные камушки соединились с сырой зеленой травой я прохожусь гелем фима после запекания все это станет одним единым целым можно по капельке геля также оставить между камушками обязательно оставляю по чуть-чуть геля между медведем и большими булыжниками и отправляю это все на запекание можно в принципе на этом этапе не запекать нет я не запекала на этом этапе я извиняюсь немножко запуталась я же должна сделать панамку у меня есть вот такой попрыгунчик он по форме размером с голову моего медведя если вас нет попрыгунчик а вы можете сформировать шарик из фольги и на этом шарике сделать панамочку то есть все очень просто я отправил на запекание чтобы дальше было удобно работать вот такая у меня полусфера получилось и теперь формирую поля у моей панамки тоже ничего сложного даже из-за того что глина вот так вот немножко растянулась получилась такая неровная по краям это добавляет своего какого-то шарма и не стала убирать эти неровности также придала текстуру конечно же полям шляпки как и на самой шляпки наношу немножко геля фима чтобы у меня шляпка с полями соединилась так как шляпка уже запечена и без фима геля она не соединится с остальной своей частью поэтому обязательно наношу вот она и шляпка принципе получилось можно использовать этот метод способ и для других дизайнов для куколок ушки вот о чем я говорила они не нужны в этом дизайне потому что они в принципе спрятаны под шапочку они чуть-чуть остались выглядывать там снизу их совсем чуть-чуть видно я прошла с иголочкой и прорисовала шерстку просто на ушках на на тех маленьких кусочках которые остались заметны теперь коричневая акриловая матовая краска разведенная с водичкой также видите да она такая ненасыщенная прохожусь по шляпке по сырой да я окрашиваю сырую глину потом все это запекается и ничего с краской не происходит оформляю панамку шляпку вот такой вот обычной просто ленточкой я ее никак не выделяла не делаю какого-то другого цвета на такая тоже кубеж его оттенка и она скрывает стык вот тот где поля и шляпка стеклышком я прижимаю и смотрю чтобы у меня там была плоскость захват к которому плоскость которой я буду прикреплять забор потому что он опертый будет на забор мой медвежонок теперь сам забор значит вот такая светлая глина светлую беру заведомо потому что потом буду окрашивать тонировать и она станет намного темнее поэтому чтобы это все выглядело гармонично матовая акриловая коричневая краска втираю ее в рисунки которые наносила иголочкой то есть вот это вот древесина характерный вот этот рисунок дерева вот я вогнала туда краску коричневую вытерла излишки сверху то есть сверху мне она не нужно мне нужно чтобы краска осталась только в моих рисуночках вот в этих прожил очках а дальше нарезаю досточки высотой примерно 8 сантиметров и толщиной 1 сантиметр таких досточек мне понадобится 8 9 штук на один забор таких у меня будет два забора то есть один на которой мишка будет облокачиваться второй забор это по другую сторону салфетницы скажем тогда который будет держать сухая пастель коричневых оттенков прохожусь по периметру досточек своих и придаю им таких дополнительных оттенков и делаю их более состаренными вот поэтому я брала светлый оттенок для забора для того чтобы потом его затемнить уже с помощью пастели краски и дерево выглядит так достаточно натурально теперь забор нужно скрепить поэтому я беру палочки вот забора и прикрепляю их сзади с помощью геля фима и отправляю на запекание забор запекся медведь запекся вместе с камнями со шляпой он уже у меня в принципе готов нижнюю часть потом конечно я скрою все какие-то некрасивости неровности значит забор заднюю часть забора нужно закрасить можно ее тоже сделать такой же как и переднюю но это занимает очень много времени дополнительно поэтому я решила закрасить кстати когда красишь акриловой краской тоже смотрится очень классно и никак не портит общий вид и ничего страшного что сзади нету тоже таких прорисовок как и впереди теперь основа основа салфетницы ну то есть ее дно но на котором будет держаться все тут огромный пласт глины мне понадобился большой потому что медведя нужно посадить медведь должен сидеть полностью на глине не забываем что медведь запекся забор запекся и нам нужно соединить забор вместе с медведем без фимогеля никуда но плюс у нас будет это все держать еще вот эта основа то есть подложка вот это вот дно салфетницы она будет держать и медведи она будет держать и забор поэтому тут уже все конечно скрепится очень хорошо также наношу гель фима на низ медведя на камни снизу и кладу его оставлю медвежонка на коричневый пласт теперь мне нужно все красиво обрезать лишнее я вот лезвием потихонечку прохожусь вокруг каждого камушка аккуратно это все убираю также я наношу гель фима на низ забора чтобы забор запекся с дном салфетницы у меня есть вот такой молд очень удобный для салфетниц для изготовления если у вас такого нет ничего подобного из силикона можете взять несколько картонок соединить между собой можете сделать из фольги такую форму в общем вам нужен предмет который будет устойчив к температуре запекания температуры запекания глины вашей вот молд конечно у меня выдерживает очень высокие температуры поэтому и ширина толщина молда два с половиной три сантиметра как раз идеальная толщина для салфетницы именно то место куда вот мы помещаем салфетки и вот таким вот образом ниточка я обматываю чтобы у меня все держалось и пока запекается медведь вместе с дном салфетницы из забором я делаю ножки пищевая пленка для того чтобы они были такими более округленькими ножницами удобно давить чтобы не было пальчиком больно катером повырезала вот такие ножки отделяя лишнее и отправляя ножки на запекание вот они у меня запеклись медведь у меня запекся но пока я нитки не убираю силиконовый молд не убираю я выкладываю ножки и пытаюсь понять как мне их разместить чтобы равномерно распределился вес потому что медвежонок такой достаточно увесистый и чтобы это все ровно красиво стояла плюс ножки они добавляют очень ну такое я не знаю серьезности всему образу поэтому рекомендую делать все-таки ножки на салфетнице запеченные ножки с запеченным дном салфетницы соединяются с помощью геля фима я отправила на запекание у меня все запеклось все соединилось молд я убираю желательно это все делать после остывания когда все остыло все принципе мой медведь спящий готов можно было сделать рядом с ним еще почечку с медом но это уже ваша задача если будете делать что-то подобное можете включать фантазию и творить уже на свое усмотрение надеюсь мастер-класс вам понравился надеюсь вы подчеркнетесь для себя из этого урока много полезного не забывайте про лайк этому видео жду от вас комментарии и подписывайтесь на канал чтоб меня не потерять а мы увидимся на следующем уроке пока пока